Веселейшее утро. И мы продолжаем изучать уроки Торы. Продолжаем изучать уроки Торы на платформе Вайкра. На платформе Вайкра. Кто первый раз пришел, сразу вам говорим, что это образовательная платформа Вайкра. И наша цель рассказать о Торе, показать, что такое Тора, простым, понятным языком, чтобы было понятно людям, даже самым далеким от Торы, чтобы стало все понятно. Откуда многие растут вообще у всей нашей сегодняшней системы, в которой мы живем, что все это вышло мироздание, что оно от Всевышнего, это понятно и так. Я думаю, любому нормальному человеку понятно и очевидно, что мы живем в мире, который сотворил Всевышний Творец мироздания. А мы рассказываем, как он его сотворил, для чего и как правильно в нем жить. И сейчас мы изучаем книгу Царя Соломона, Мудрейшего из людей, Коэлит и Плезиасты. Мы находимся на 10-м уроке. Мы заканчиваем сегодня 3-ю главу. Всего 12 глав. 222 отрывка в этой книге. 222 отрывка. И 12 глав. Вот мы находимся сейчас в главе 3-й. И закончили мы тем, что Царь Соломон, Мудрейшего из людей, он, разобравшись во всем, он говорит, вместе суда, вот в этом мире, да, в котором мы с вами живем, это он говорил 3000 лет, но я думал, что ничего не поменялось. Вместе суда, он говорит, злодейство. И вместе с справедливостью, там, где должна быть справедливость, там тоже злодейство. Представляете? Это мы вчера все это выяснили. Кто хочет, посмотрите предыдущий 9-й урок. Мы долго выясняли, и я не успел даже... В конце мы учим еще уроки из книги про счастье, про хэппинетс, чтобы уравновесить Каэлит. Потому что Каэлит, как бы, он до конца, пока человек не доходит, он его вводит в такое состояние, что все это пар-паро, все это эвали-вали. Нет никакого, нет смысла в тех схемах, в которых живут современные люди, современные 3000 лет назад и 2000 лет назад. Царь Самова, он уже нам объяснил, что ничего нет нового под солнцем, что погоня за материальными какими-то вещами в этом мире, это как погоня за иллюзией, за суетой такой, да? И вот он дальше говорит нам. А Мартия не были билы, он говорит. Посмотрел я внутрь сердца своего, в сердце своем, да? То есть, обычно как человек делает, он слышит что-то. Вот мы с вами слушаем сейчас мудрость Царя Самула, да? Потом мы что-то из этого запоминаем фрагментарно, да? То есть, человек не запоминает все, что он слышит, он какие-то фрагменты из этого запоминает. И потом, когда он думает во время размышлений, у него всплывают вот эти вот фрагментарные фрагменты, да, которые он запомнил. И они у него всплывают, соединяются в какие-то новые комбинации, да? И это называется мышление. И вот царь Самула, он же от нас не отличался, он тоже был человек, который мыслил. Единственное, что материал для его мышления, это были слова, например, царя Давида, его папы. Материал для его мышления, это были слова великих мудрецов и слова Торы. И у него было то, что называется Святой Дух или пророчество. Он заходил в духовный мир, так можно сказать, и проверял там свои мысли, да? Да, получал оттуда, проверял, то есть это не каждому доступно. И вот он говорит, заглянул я в сердце свое, в сердце свое, это как в своем мышлении. Вот когда человек задумался, сидит и думает, что мне делать? Это он как будто бы заглянул в сердце свое. Каждому приходят там свои мысли, а ему пришла такая мысль. Сказал я даже в сердце свое, что и праведника, и злодея будет судить всесильный. Значит, мне понравился такой пример, есть Магит из Дубна, великий такой мудрец, он жил где-то около 200 лет назад. И он говорит, что каждый поступок и каждое слово человека похоже на стрелу. То есть человек что-то сказал или что-то сделал, это как полетела стрела. И последствия, куда эта стрела попадет и какие последствия вызовет, это и называется суд. То есть суд это последствия поступков и слов человека. Теперь написано, что и злодея, и праведника будет судить всесильный. То есть у каждого поступка и хорошего, и плохого есть последствия. Но мы можем спросить, а когда? Ну вот бывает человек, вот он злодей, вот такой мне, надо бы он наступил вообще, злодей. Или там он мне сказал что-то, не то сделал. Или год назад, например, напал Хамас на Израиль, да, вот и что? А Сенуар жив пока? Пока жив, потому что в этом же отрывке, в 17-м, идет продолжение. Ки-эт-ли-коль-хэфетс, валь-коль-ма-асэ-шан. Значит, срок для каждого поступка, срок для каждого действия. И для каждого ма-асэ, ма-асэ это как? Ма-асэ это действие, да? Шан. И я еще подумал, что за слово Шан? Ну, Шан это там. Комментаторы говорят, что это иногда бывает расплата в этом мире, иногда бывает расплата в мире душ. Но я подумал, еще такая есть вещь. Ведь в Торе все эти буквы это цифры. Одновременно, да? Есть 22 буквы, каждая буква меньше слового значения. Есть коды. Недавно умер такой великий математик, был профессор Рипс, который был математиком, а потом он начал изучать вот эту вот гематрию. И он всю жизнь изучал, такая у него были работы, коды в Торе. Такие вот математические, прям профессор математики, можете поискать. Но я не такой сильный математик, да? Но считать умею. И вот, например, слово Шан там числовое значение Шин буквы 300, мем 40. 340. Я подумал, что действительно, может быть, есть какая-то задержка. И 340 еще, каждое слово, вот 3, 4, это 7 тоже, да? Сейчас 7 это как число этого мира. Так система работает. Иногда идет последствия сразу, иногда последствия чуть позже, иногда последствия еще чуть позже. Но всегда, всегда, всегда есть последствия. Значит, Бог судит и злодея, и праведника. За хорошее есть награда, за плохое действие есть последствия. Когда? Всему свой срок. Все. Сказал, тогда церковь самон продолжает. А Марте они были бит. Тогда сказал я в сердце своем так. Аль гибрат бне адам лебарам айлоим. Значит, по словам или по делам людей их отделил всесильный. Значит, есть разница между, например, растением, животным и человеком. Какая разница между ними? Почему Всевышний отделил их? Отделил он их в первую очередь слова. То есть, у животного, у него есть, например, вот я слышал такую идею, что кошки мяукают только, чтобы люди дали им еду. То есть, кошка, она подает звуки какие-то и получает за эти звуки еду. И правда, вот единственное, я слышал эту идею, что типа кошки только для людей мяукают. Но они же еще друг с другом, как они друг на друга тоже там рычат, разговаривают как будто бы, да? Когда они там стоят, шипят друг на друга. Теперь, но люди, главное, люди же не кошки. Люди умеют книги писать, обсуждать их, запоминать. Разговаривают с собой в сердце своем. То есть, Всевышний отделил людей от животных по разговору их, да? В Элли Ротше, МБМА, МЛМ. Он говорит, и почему, говорит, есть такие, которые видят себя как животные. То есть, они сами же для себя животные. Он говорит, действительно, есть такие люди, которые сами же говорят, что про себя. Именно говорят, да? Обратите внимание. Не мычат, не кукарекают. А говорят про себя. Мы животные. Вот есть, знаете, я сегодня даже думал на это. Даже говорил себе в сердце своем, перед уроком, такую идею. Что в Торе есть такая, такая, как, отрывок такой, что когда проходили Красное море, да, море раступилось. Все поднялись на ступень пророчества. И потом сказали, написано так, Ваяамину Бэ Ашем. И они после этих чудес поверили в Бога, увы в Моше Авдой и в Моше Рабейну Пророка, значит, слуги Всевышнего, раба Всевышнего. Получается, что вот мы Тору, откуда мы знаем Тору? Мы знаем Тору, Тора Цивала на Моше, Моше Рабейну Моисей. Он был пророк, и он получил Тору от Всевышнего и передал еврейскому народу. И мы дальше, дальше мы эту Тору передаем из поколения в поколение. Вот мы и учим. Что мусульмане говорят? Мусульмане говорят, что они верят, что в Бога, Аллах верит в того же Бога. Эллоим – это Всесильный, да, они верят во Всесильного. И Мухаммед – пророк его. Это у них, чтобы стать мусульманином, нужно сказать, что верю в Бога и Мухаммеда – пророка его, как он рассказал Коран. А Коран – это от слова лекро – читать. То есть они читают, значит, у них есть книга, которую они читают. Теперь, а вот эти, которые верят, что они БМА, что они животные, как бы они сказали? Они бы сказали так. И поверили они в эволюцию, или поверили они в случайность. Что такое эволюция? Эволюция – это случайность. Поверили они, что все случайно, и в Дарвина, который это рассказал. Или там еще в какого-то другого человека, типа Карла Маркса, который тоже был из той же серии, который это рассказал. То есть, в принципе, все люди, они верующие. Просто верующие в разные источники информации и верующие в разные идеи. Как есть известная такая анекдота, я очень люблю, когда маленькая девочка подходит к маме и говорит, мама говорит, откуда я взялась, кто я? Мама говорит, доченька, ты ангел. Ты просто ангел. Ты божественная душа, которая пришла в этот мир. И когда-то Бог сотворил Адама, первого человека, и сотворил ему жену. И потом от них были у них детки, и потом эти детки, они испортились. Потом, значит, был потоп. Ну, рассказала и пересказала Тору, да, для детей. И говорит, потом ты, твоя божественная душа ангельская пришла в этот мир, и вот ты ангел, ты ангел в теле. Значит, подходит она к папе, эта дочка, говорит, папа, а кто я? Он говорит, ну смотри, сейчас я тебе расскажу. Когда-то жили, было просто случайно, там, вода, вода кипела, потом появились в этой воде какие-то камешки, потом камешки стали амебами, потом амебы стали дельфинами, потом дельфины вышли, начали ходить по суше, стали динозаврами, потом динозавры стали обезьянами. И, в общем, потом две встретились обезьяны, значит, поженились друг на друге, у них родилась обезьяна, потом эта обезьяна встретилась с другой обезьяной. В общем, в итоге прошло там много лет, и я встретил твою маму, и родилась ты. А дочка говорит ему Папа говорит, я что-то не понимаю Мама сказала, что я ангел, что я божественная душа И что мы произошли от Бога, который сотворил первого человека А ты говорит, что мы амебы и обезьянные, я не понимаю Папа говорит, ну, говорит, что, не знаю тоже Все, я пошел на работу Дочка к маме говорит, мама, не сходится А мама говорит, все сходится, доченька, не переживай Я тебе рассказывал про мою семью А папа тебе рассказывал про свою семью Да, вот так вот это, именно мама так и сказала Про семью папы Бывает такое иногда, да? Ки дальше объясняет в 19 отрывке Царь Самон, он продолжает Он говорит, почему они себя считают обезьянами? Почему? Есть у них объяснение Он говорит, потому что они наблюдают с точки зрения этого мира И видят они, что то, что случается с человеком, тоже случается с животными И что с ними случается, и с человеком, и с животными Значит, кэмодзе, кэмодзе Как умирает этот в физическом мире, так умирает этот То есть, умирают и животные, и люди умирают Они наблюдают, просто видят то, что вижу, то пою, да? И они видят, умирает животное, корова Тут рядом с коровой умер этот, доярка Вот сидела корова и лежит, сейчас умерла А вот лежит рядом с ней доярка, тоже умерла То случай один, как, значит, и нету никакого преимущества между у человеком перед животным И все это, эвэль, все это пустота и пар Как вот она сидела доярка, а потом нету А вот корова стояла, тоже нету Он говорит, все идет в одно место Все пришло из праха, из земли То есть, как доярка состоит из таблицы Менделеева, смешанной с водой Так же корова состоит из таблицы Менделеева, смешанной водой Как доярка кушает травку, так корова кушает травку Потом доярка кушает корову и пьет ее молоко Но, в принципе, все это таблица Менделеева, смешанная с водой Как пишет царь Саламон 3000 лет назад Что все пришло из праха Прах это как раз таблица Менделеева Если выжечь полностью воду, остается только вот эти элементы Афар, прах И все возвращается в прах Потом, если через какое-то время Тысячу лет раскопать Корову и доярку Останутся только косточки Из их физической структуры Теперь, значит Дальше Но он продолжает 21 отрыв Он говорит, тот, кто знает Вот мы с вами знаем Мы знаем откуда, от пророков Мы видим не только Вот физическое проявление Мы знаем, что вот, например Вот сейчас вы меня смотрите Или я сижу, у меня вот компьютер Телефон и айпад Я в три канала провожу, да, ютуб, фейсбук И телеграм Телеграм самый главный, кстати, подпишитесь На Вайкра в телеграме, там идут потом Все эти уроки в записи С расшифровками, там есть очень много Дополнительной полезной информации Телеграм канал, обязательно подпишитесь Вайкра, там идет основная трансляция Может мы скоро будем только в телеграме Делать трансляцию, может быть Но, во всяком случае, там все основное Так, тот, кто знает теперь про телеграм Он может подписаться Тот, кто знает У меня нет никаких проводов, да Но сигнал идет без провода Он летит в воздухе Но мы это знаем Мы это не видим, не чувствуем Мы не слышим, не нюхаем То есть мы этот сигнал Вот эти вот по вай-фаю Да, то, что идет по воздуху Эти волны, да Мы их никак не чувствуем Органами чувств Но мы знаем, что они есть И он их дальше говорит Он говорит, тот, кто знает Дух людей Он поднимается после смерти вверх А дух животных Он спускается в землю То есть у человека есть Три составляющих Три ступенечки в душе Есть душа, которая оживляет тело Называется животная душа Инстинктивная душа Есть, называется это дух Дух, это намерение Это сила желания Это, ну, намерение, да Кована Куда человек двигает Это дух его двигает Есть высшая душа Которая называется Нешама Божественная душа Которая, она находится В духовном мире И она соединяется У человека С интеллектом И вот на этом соединении Если человек выбирает Свой интеллект заполнять Словами Торы Заповедями Добрыми делами То его личность А личность Это условная Персоналити Да Селф Называют Это очень красивое Есть определение В одеждах терапии Селф Это как бы Вот этот вот Айсберг верхний Где человек себя осознает То есть он себя осознает Вот он Утром проснулся Это я или не я Да вроде я А какой я сегодня А я сегодня добрый А сегодня А сегодня я злой А какой ты сегодня А сегодня я там С перепоя А сегодня я активный То есть И Потом он пришел К маме Ой Сыночек Мамочка Там все Потом пришел Значит К детям Так То есть у человека Вот этот его Селф Его персоналити Это некая виртуальная Такая конструкция Которая Если он ее Закрепляет Торой И соединяется Своей вот этой Божественной душой То когда тело Отмирают Вот то что здесь написано Тот кто знает Дух человека Он устремляется Вверх А дух животного Которая всю жизнь Искала только еду И размножиться Больше ничего Не искала животное Да Оно уходит Вместе с ее Животной душой Уходит в землю Вероите И дальше 22 отрывок Видел я Что нету Говорит Другого добра В этом мире Материальном А только Исмав Адам Бымаасав Киухилко А только Будет радоваться Человек Своим делам Потому что Это есть Его удел Его удел Надел Его как бы Доля Кими Кими Он говорит Явеену Лерот Бымаши Яхарав Кто приведет Его потом Смотреть Что он оставил После себя Никто не приведет То есть все Тело отмерло Доярка Или она Улетела вверх Или она С коровой Ушла вниз У доярки Есть выбор Или доярка Но если она уже Поднялась вверх Если доярка Всю жизнь Кроме доения коровы Потом она Молоко Добрые дела Дала каким-то Бедным Молочка Корову Жалела Была добрая Значит И знала Что она не просто Доярка Она божественная душа Которая в этом мире Проходит жизненный путь И проходит его Собирая вот эти вот Заповеди Добрые дела Слава Торы И уходит она В духовный мир Такая доярка Она сразу Ее тело Тык А она взлетела Пошла Значит Духовный мир Мне нравится Книга есть такая Которая очень наглядно Это объясняет Империя ангелов Значит Вербер его зовут Этого писателя Бернард Вербер Да Империя ангелов И он вот описывает Этот момент Как душа после смерти И она проходит Значит Прям очереди душ В день умирает в мире Где-то около Двухсот тысяч человек Уходят из этого мира Каждый день Двести тысяч душ Стоят в очереди Значит На проверочку И их проверяют Хватает ли у тебя Торы Заповедей Добрых дел Для того чтобы Подняться в духовный мир Если нет Значит Все Уходит Человек А как Все Билетов нету До свидания Чем ты занимался Всю жизнь Он говорит Так можете Обратно вернуть У меня там дом остался Ему говорят Нет Дом уже не твой Уже наследники Дом продали И пропили А еще Может его Други есть В жизни Много же дураков Которые там Воины начинают Все Разбомбили уже Твой дом Нету дома Все Никуда тебе идти Тела нету Дома нету Духовный мир Не заработал Все значит Все заканчивается Теперь Но здесь Царь Самон нам дал Хороший совет Давайте еще раз Вернемся 22 отрывок 4 главы Он говорит Раити Он говорит Увидел я Что нет в мире Другого добра Кроме как Радоваться В этом мире Своим добрым делам Потому что В этом и есть Удел человека В этом мире Никто тебя не приведет Потом увидеть Что осталось за тобой Поэтому Копить Значит Там Как один спрашивает Рабинович Скажи Говорит Друга своего Спрашивает Значит Когда черный день Не наступит Говорит А зачем тебе черный день Говорит Да я всю жизнь копил На черный день Говорит А он не наступит Но бывает Что наступает Черный день Но единственное У меня бабушку Очень жалко Лейлуни Шаман Бася Батлия Она ушла Из этого мира В 2004 году А до 1992 года Она работала Всю жизнь Она шила шапки Была мастер Шляпошница такая Да И шила шапки Зарабатывала деньги Откладывала У нее сберкнижки были Она надеялась Что она на старость Себе заработала Уже на старости Она отдохнет И как раз На старости лет Наступил Значит Исчез Советский Союз Который нам Рассказывал Всю жизнь Верующим коммунистам Что Коммунист К 2000 году Но Исчезли все Эти агитаторы И Оказалось Что нет Никакого коммунизма И сберкнижки Моей бабушки Которую Она всю жизнь Копила Для того Чтобы себе Обеспечить старость И своим детям Что-то еще оставить Оказалось Что все это бумага Ничего Всю жизнь Она получается Работала в пустую А вот Если бы она Всю жизнь Эти деньги Например Часть этих денег Тратила Для того Чтобы духовно Расти Для того Чтобы радоваться Каждый день Своей работе И если бы она Часть этих денег Она раздавала Людям Бедным Она делала Много добрых дел Но Она же не знала Насколько это важно И что эти деньги Пропадут Конечно бы Она лучше бы Все эти деньги Раздала бы Людям Нуждающимся И она бы Туда бы Пришла бы Сказали бы Здравствуйте Бася Михайловна Вы такая Великая праведница А Так она просто Была хорошая женщина Которая любила Свою семью Но большую Получается Часть своей жизни Так как Она работала Всю свою жизнь И стоимость работы Часа работы Это были деньги То есть Она же работала Не просто так Она работала Ей давали деньги Она эти деньги Откладывала Потом эти деньги Пропали Получается Большая часть Ее жизни Большая часть Ее работы Пропала Обидно Жалко Это Это вот то Что назвал Царь Самон Эвель Эвелим Пар паров Хорошо Дорогие друзья Все Всем удачи Успехов Сегодня мы тогда Догоняем Вчера мы 9 урок Не успели прочитать Советы про хэппинес Да Мы не читали И даже хорошо Потому что Вчера был такой Очень день Когда мы вспоминали Невинно убитых 1300 человек Которые 7 октября Прошлого года Были убиты Маньяками Вообще Зверями Конченными Вот этими Хамасовцами И поэтому Конечно Про счастье Было не очень уместно Даже читать Но сегодня мы успеем Два совета Тогда прочитать Про счастье Первый совет Называется Великая сила Слова Next Он говорит Слово Next Казалось бы Что за сила Слова Next Он объясняет Один человек Пришел к нему И говорит Я все время Думаю негативные мысли Вот я зацеплю Автор этой книги И у него И у него все формулировки Начинается Я не хочу Бороться с собой Я не хочу Обесценивать Я не хочу То Я не хочу Это Я не хочу Я говорю Ты вообще Зачем ты говоришь Что ты не хочешь Скажи пожалуйста Что ты хочешь Да Что ты хочешь И вот это слово Next Оно должно Переключать человека На мысли Которые он Да Хочет думать Например Чтобы уйти от тревоги И от негативных мыслей Самое лучшее Это уйти в мысли О благодарности Next Я благодарен Всевышнему Что у меня рука работает Слава Богу Рука работает Значит И я благодарен Всевышнему Что у меня вторая рука работает Когда ты благодарен Ты не можешь думать В это время О чем-то другом Next Допустим Ты задумался О Что-то у меня тут болит Ты говоришь О Болит Проблема Next Так Надо сделать упражнение Надо начать делать упражнение Я хочу делать каждый день упражнение Чтобы у меня рука прошла То есть слово Next Должно переключать тебя На какие-то позитивные мысли Дальше он пишет Ну можно У каждого мозг разный И Значит Ты можешь спросить Он предлагает Свой мозг Свой интеллект Персональную рекомендацию Например Вот он предлагает Brain Brain это как мозг Интеллект Как ты предпочитаешь Чтобы я говорил с тобой Когда я говорю слово Next Значит Ты хочешь Чтобы я говорил с тобой Как командным голосом Вот этим Next Или ты предпочитаешь Чтобы я говорил мягко Давай другую мысль Давай следующая Да Значит Вот нужно подобрать Такое слово Чтобы оно действительно Вас переключало The better you treat your brain The more it will try to please you Чем больше ты Вот так будешь тренировать И переключать свой мозг На хорошие мысли Те больше он будет Погружаться в это хорошее И привыкать к хорошему Мозг это как и тело Это машина Которая действует На автоматическом режиме Им очень намного легче Мозгу действовать На автоматическом режиме Чем осознанно думать Что делать Поэтому когда вы Переучите свой мозг На благодарность И когда вы Приучите его Держаться в Бочке меда А не в ложке дегтя Когда вы Приучите его Интерпретировать Не негативно Как интерпретирует Большинство журналистов Что будет И как будет А позитивно Да Что все к лучшему И все будет хорошо И все есть хорошо И будет хорошо Не надо жить В ложке дегтя Потому что Кто живет сегодня В ложке дегтя Понятно что он ее Размажет и на будущее И на прошлое То есть важно Переучить свой мозг На автоматическом режиме Жить В бочке меда И десятый Так как сегодня у нас Десятый урок Мы догоняем Сегодня два совета Из этой книги Десятый совет Это Акт Джойсли Значит Действуй Действуй как будто бы Ты счастлив Да Акт Джойсли Значит Насколько ты Помните был фильм такой Дышите глубже Вы взволнованы Он говорил На камеру Актеры знают Что через внешние проявления Мы Мы Приобретаем внутренние И, значит, когда ты внешне выражаешь свой joy, да, как роль такая, когда ты выражаешь удовольствие, радость, улыбаешься, двигаешься активно, значит, в этот момент ты тоже становишься более счастливым. Вот мы 10 урок тоже прошли. Поделиться с максимальным количеством людей через соцсети. Кто хочет делиться вот этим светом божественным, который мы несем, может стать другом, партнером или спонсором нашей платформы Вайкра. Это очень хорошее, хорошее такое партнерство, да, то есть мы стараемся, наша миссия быть партнерами со Всевышним, и вы тоже можете с помощью Вайкра стать партнерами со Всевышним. У нас было в прошлом месяце около 30 тысяч часов просмотра урока вторая, и мы сейчас поставили себе цель, что все в 10 раз в этом году мы должны увеличиться, поэтому с Божьей помощью все будет хорошо. Все и так хорошо, а будет еще лучше. Всем хорошим и добрым людям, крепкого здоровья и много маленьких действий для его улучшения. Всем хорошим и добрым людям благополучия в материальном и духовном, и множество маленьких действий для улучшения. И, естественно, что отношения, они улучшаются только если вы в это вкладываете, и чем больше вы улыбаетесь, говорите добрых слов и фокусируетесь на хорошем, добром в себе и в окружающих людях, тем лучше будут отношения. Все, всем удачи и успехов, а все остальное эвелевелим. Эвелевелим, прах паров, все в этом мире, в принципе, эвелевелим. Но когда вы так относитесь, вы можете из этого пара легко создавать новые позитивные конструкции и им радоваться. Все, всем удачи и успехов, до завтра. С Божьей помощью завтра в 10 утра. Встречаемся.